Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей библиотеке новое поступление. Это всегда радость не только для библиотекарей, но и для читателей. Новые книги, пришедшие в библиотеку имени Фёдора Абрамова, с которыми я сегодня вас познакомлю, представлены вот на этом стеллаже. И о каждой книжечке мы постараемся с вами поговорить подробнее. Итак, давайте знакомиться. Хелен Уэкер, американская писательница, автор отмеченного премии мифопоэтика исторического фэнтезийного романа «Голем и Джинн» и его продолжение «Тайный дворец». В 1899 году в Нью-Йорке оказываются два мифических существа. Голема слепили из глины. Она должна стать верной женой сыну мебельного фабриканта, отправившемуся в новый свет. Но посреди Атлантики ее хозяин умирает, и Голем прибывает в Нью-Йорк одна. Она совсем не знает людей, боится толп, но безошибочно ощущает человеческие желания. Джинн, напротив, тысячу лет просидел в медной лампе, пока не был случайно освобожден жестянщиком из района Нью-Йорка, известного как «Маленькая Сирия». Столетия пролетели для Джинна как один миг. Более того, он не помнит, как оказался в лампе и кто его туда заточил. Однажды на ночной прогулке посреди опустевшего города Голем и Джинн встретятся. Во второй книге «Тайный дворец» «Магии меньше, но больше реализма» книга о том, как продолжилась жизнь главных героев после борьбы с колдуном. А заканчивается она так, словно автор дал себе возможность написать третью книгу. «Китай» – это историко-приключенческий романт Эдварда Резерфорда. В книге рассказывается о событиях, предшествующих Первой опиумной войне в 1839 год, когда китайский император начал борьбу с торговлей опиумом, то есть с британскими торговцами, которые своими действиями массово губили китайцев. В центре повествования два молодых человека, оказавшихся по разные стороны баррикад – китаец и англичанин. Их жизнь на протяжении многих лет показывает читателю автор. Помимо главных героев, в романе есть и реальные исторические персонажи – император, князь Ли, военачальники и множество выдуманных автором для сюжета героев. Автор всемирно известных бестселлеров «Париж» и «Нью-Йорк» открывает новый волнующий мир Китая в своем фирменном эпическом стиле. Превосходные детективные истории ждут читателей на страницах книг Луизы Пинни «Все дьяволы здесь». Луиза Пинни – единственный в мире восьмикратный лауреат премии Агаты Кристи. Роман «Все дьяволы здесь» продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша. На этот раз инспектору предстоит раскрыть преступный заговор в Париже, городе Света. Ничто не предвещало беды в этот самый парижский вечер, который Гамаш провел с семьей и своим крестным отцом – миллиардером Стивеном Горовицем. Однако по пути домой Стивен избивает машина, и это явно не несчастный случай, а самое настоящее покушение. Среди вещей потерпевшего обнаруживается странная находка – ключ от номера в фешенебельном отеле Георг Пятый. Зачем Горовицу отель, если он располагает собственной квартирой в Париже? Ужасное открытие, сделанное Арманом и его женой Рейн Мари в квартире крестного, дает понять, что опасность гораздо больше и гораздо ближе, чем можно было бы предположить. Вскоре вся семья инспектора оказывается втянутой в паутину лжи и обмана. Чтобы узнать правду, Арману придется решить, может ли он доверять своим друзьям, коллегам, своей интуиции и, наконец, собственному прошлому, ибо даже горы цвета отбрасывают длинные тени, и в этой тьме прячутся дьяволы. Энтони Горовиц. Сороки-убийцы. Это первый роман из цикла о Сьюзен Райленд. Книга гораздо больше, чем детектив об убийстве. Это роман, посвященный тому, что значит для автора быть писателем детективов. Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись детективного романа, который с нетерпением ожидает поклонники популярной серии и вдруг обнаруживает, что там недостает самого интересного. Развязки. Сьюзен начинает поиски пропавших страниц и попутно фантазирует, пытаясь отгадать, кто же является убийцей в романе. Составляет список подозреваемых. Известие о смерти Алана Конвия, автора того самого детектива, застает ее врасплох. Он покончил с собой, стал жертвой несчастного случая, но Сьюзен не зря 20 лет редактировала книги криминального жанра. Дедуктивный метод знаком ей не понаслышке. Сопоставив некоторые факты, она приходит к выводу, что произошло замаскированное убийство и с риском для жизни начинает распутывать этот детективный клубок. Роман в романе, литературная игра, полная загадок и мистификаций. Впервые на русском. Совы охотятся ночью. Смерть знаменитого писателя Алана Конвия поставила точку в редакторской карьере Сьюзен Райленд. Теперь она управляет отелем на берегу Эгейского моря, однако не слишком успешно. Денег катастрофически не хватает. Искучая по лондонской суете, Сьюзен подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и, кажется, сама судьба подкидывает ей шанс. Супруги англичане обращаются к Райленд за помощью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их дочь, успев признаться родителям, что на страницах детективного романа Конвия нашла ключ к разгадке кровавого преступления, совершенного 8 лет назад в Суффолке. Редактором этой книжной серии оказывается была Сьюзен. Удастся ли ей распутать хитросплетение авторской мысли? Мисс Райленд срочно отправляется в Англию, испытывая настоящий азарт сыщика. И ей не сразу приходит в голову, что нельзя безнаказанно вырошить тайны прошлого. Но это становится очевидным, когда над ней нависает смертельная опасность. Всегда приятно читать детективные истории о Нироволфе. Пожалуйста. Рекстаут. Бомбит. Банальное убийство. Нироволф – страстный коллекционер Орхидей, большой гурман, любитель пива и великий сыщик. Практически никогда не выходит из дома. Все преступления он распутывает на основе тех фактов, которые собирает Арчи Гудвин, его обаятельный, ироничный помощник с отличной памятью. В элитном шахматном клубе во время сеанса одновременной игры отравлен талантливый шахматист Пол Джерин. И подозрение падает на одного из участников. Однако его дочь уверена в невинности отца и просит Вулфа найти настоящего убийцу. Люси Велдон, вдове успешного писателя, подкидывает младенца с запиской, в которой говорится, что отцом этого младенца является ее покойный муж. Люси нанимает знаменитого сыщика, чтобы тот нашел мать ребенка. Но стоило Вулфу начать поиски, как убивает главного свидетеля. Кроме романов «Гамбит» и «Погоня за матерью», в книгу вошли три повести, в которых Вулф принимается за расследование, чтобы доказать невиновность чистильщика обуви, снять обвинение с Арчи, которого подставила его знакомая, а заодно в очередной раз сказать полиции, что она идет по неверному следу. Для тех, кому интересна история строительства Исаакиевского собора, будет интересен роман «Собор» Ирины Измайловой. Исаакиевский собор – одно из самых удивительных зданий в мире. Его строительство растянулось на 40 лет. За это время Российскую империю потрясли бунты, стихийные бедствия и эпидемии. Однако ценой многих жертв и вопреки тяжелейшим испытаниям главный собор страны был построен и освящен. Роман Ирины Измайловой в увлекательной форме рассказывает подробную историю строительства Исаакиевского собора, а также биографию его гениального зодчего Анри де Монферрана, чья жизнь, полная невероятных приключений, может затмить лучшие страницы книг Александра Дюма. Исаакиевский собор является здесь душой всего произведения и служит своеобразным фоном для истории любви и страсти, предательствия и верности, истории, в которой переплетаются судьбы многих людей. Но в первую очередь собор – это роман о гении, способном преодолеть все преграды на пути к своей божественной цели. Классика русской литературы представлена книгами серии «Русская литература. Большие книги» издательства «Азбука» Владимира Железнякова «Чучело. Игра мотыльков. Последний парад». Неизменно автор писал о детстве и юности, но так, что его книги увлекают читателей любого возраста. Его персонажи часто действуют без особой рефлексии, как требует их природа. Природа может потребовать неоправданной жестокости, а может и самопожертвования. Но иногда вдруг наступает особый момент прозрения, и каждый видит все, и себя в том числе, в истинном свете. Удивительно ясно, без всяких прикрас. Тогда презираемое чучело и смешной чудак из 6-го Б вдруг оборачиваются чудесными пришельцами, носителями добра, а вчерашний герой оказывается предателем и трусом. Повести Железнякова многократно экранизировались. Фильм «Чучело», снятый Роланом Быковым в 1983 году с юной Кристиной Арбакайте в главной роли, стал по-настоящему культовым. Гайто Газданов Крупнейший писатель русского зарубежья, которого современники ставили в один ряд с Владимиром Набоковым и сравнивали с Марселем Прустом и Иваном Буниным. Восхищаясь музыкальностью его прозы, поэтичностью, силой языка, после революции в неполные 16 лет Газданов примкнул к белому движению и впоследствии вынужден был навсегда покинуть Россию, разделив судьбу многих русских эмигрантов. Большую часть жизни провел в Париже и, будучи уже именитым писателем, долгие годы продолжал работать ночным таксистом. В 1953 году стал корреспондентом, а затем и редактором Радио Свобода. В настоящее издание включены наиболее значимые произведения Гайто Газданова. Вечеру у Клэр первый роман, который принес автору известность и открыл перед ним двери ведущих литературных журналов, а также романы «Ночные дороги», призрак Александра Вольфа, возвращение Будды, избранные рассказы, написанные в разные годы жизни. Владимир Войнович, создатель знаменитого на весь мир Ивана Чонкина, обладал уникальной способностью видеть смешное даже в страшном. И советская жизнь давала ему для этого творчества самый богатый материал. Поэтому пребывание писателя в СССР оказалось нежелательным, и он был выслан из страны, лишен гражданства. Но сейчас существует ли для литератора границы времени и пространства? Москва, 2042. Коммунизм в отдельно взятом городе, три кольца враждебности, народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность. Гениалиссимус. Люди пониженных и повышенных потребностей. В такое будущее с помощью машины времени, буржуазные изобретения, само собой, попал предварительный писатель Виталий Никитич Карцев. В этот сборник, помимо романа «Антиутопия. Москва. 2042» вошли произведения «Монументальная пропаганда», «Иванкиада», «Шапка» и «Дело номер 34-840». Приглашаем за увлекательным чтением. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...